Семинар для кураторов и представителей студенческого самоуправления. Нашу молодежь можно заинтересовать, дать хороший информационный контент. Открытие ученых, связанное с микропластиком, все это и многое другое в сегодняшнем выпуске. Мы планируем быстро определять, какая это на ногле, на какой это микропластик в живых организмах. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Марья Мякубова. Лицисты Казанского федерального университета приняли участие в международном конкурсе по искусственному интеллекту. Команда учащихся лицея имени Лобачевского одержала победу. Лицисты разработали нейронную сеть, способную с высокой точностью распознать на КТ-снимках поражение легких. В Казанском федеральном университете проходит Всероссийский семинар молодых преподавателей и студенческих лидеров-наставник. Тему продолжит наш корреспондент. Педагог, тренер, куратор и наставник. Синонимы или разные по смыслу определения? Если с тремя первыми все понятно, то с определением наставничества в современное время возникают вопросы. На площадке Казанского федерального университета проходит Всероссийский семинар молодых преподавателей и студенческих лидеров-наставник. Целевая аудитория семинара – это сотрудники управления по социально-воспитательной работе, работники и специалисты, и руководители этих управлений. Это сами кураторы академических групп. Это одна секция, это где наставники. И, соответственно, вторая секция – это руководители и представители органов студенческого управления, то есть студенческих общественных организаций и объединений. Ранее в этом году Казанский федеральный университет участвовал в конкурсе грантов Росмолодежи. Одним из проектов, который получил грантовую поддержку, и является семинар по наставничеству. На форуме собрались участники из 48 вузов страны. География семинара масштабна. Гости приехали как из Татарстана, так и из других городов России – Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Кирова, Ярославля, Севастополя и многих других. Здесь мы сможем именно в рамках вот этих двух-трех дней, которые будут проходить рабочие мероприятия нашего семинара, поговорить и посмотреть, в первую очередь, опыт вузов в этом направлении, посмотреть лучшие практики. Семинар проходит на протяжении трех дней. За это время участники посетят Институт международных отношений, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт психологии и образования, Юридический факультет и КСК «Уникс». Часть образовательного модуля проходит на территории гостиницы «Биляр», где состоялось торжественное открытие мероприятия. Мы реализуем государственную молодежную политику в городе Казани, активно взаимодействуем с молодежными общественными объединениями, с различными студенческими самоуправлениями, клубами. Вот совсем скоро у нас планируется конкурс для студенческих советов общежитий городской, да, и таких проектов очень-очень много. Мы делаем день первокурсника, студенческую весну. И, конечно, наша главная целевая аудитория – это студенческая молодежь. В рамках семинара эксперты Казанского федерального университета поделятся своим опытом кураторства и наставничества в современной системе образования. На сегодняшний день молодежная политика действительно в нашей стране, она поставлена очень эффективно, она развивается, ей уделяется большое внимание, а самое главное – создаются как в вузах, в регионах и в стране большое количество возможностей для молодежи в разном направлении. Семинар проходит с 23 по 25 ноября. Итоги будут подведены в КСК «Уникс». Роберт Хасанов, Фариза Хитаглы, Универньюз. Профессор Казанского федерального университета Роза Валеева избрана генеральным секретарем Международной ассоциации «Корчика». В выборах и собрании приняли участие представители 24 стран. 54% голосов отданы профессору Института психологии образования Казанского федерального университета. Ученые Казанского федерального университета разработали автоматический метод идентификации микропластических частиц внутри живых клеток и организмов. Подробнее в нашем следующем сюжете. Оглянитесь вокруг. Будь то чехол от вашего мобильного телефона, бутылка, из которой вы пьете, или же контейнер, в который вы упаковали ваш сегодняшний обеденный перекус. Везде и повсюду нас преследует пластик. Человечество производит просто огромное количество пластмассы, которая на самом деле вредит и окружающей среде, и нам самим. Ученые Казанского федерального университета решили внести свой вклад в решение глобальной экологической проблемы. Теперь каждый человек способен узнать, сколько процентов микропластика содержится в его клетках. Микропластик известен своим негативным свойством аккумулироваться в клетках живых организмов, тем самым вызывая токсический эффект. Вообще микропластик это любой кусок полимера размером меньше 5 миллиметров. Чаще всего он образуется в результате стирания больших кусков материала, выброшенных в окружающую среду. Это либо первичный микропластик, то есть мелкие частицы, которые используются в косметике, либо в какой-либо другой промышленности, либо вторичный микропластик, частицы, которые возникли в результате разрушения каких-то пластиковых отходов. Исследование было направлено на увеличение эффективности детекции, то есть нахождение микропластика в клетках не только человека, но и простейших организмов. Существующие методы, они вполне эффективны, но объемы и скорость таких исследований, она довольно снижена. Расскажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся, что здесь происходило? Мы находимся в лаборатории био-нанотехнологии, где как раз происходил сбор данных, то есть микроскопии клеток и самих частиц микропластика. Вот здесь на экране, к примеру, представлена единичная клетка фибробласта человека, обработанная смесью частиц микропластика. Это клетки соединительной ткани организма, которые отвечают за синтез межклеточного вещества. Вот пример, ну то есть это модельные частицы микропластика, допустим, это красные. Мы использовали несколько других классов, несколько других цветов. Разная пигментация частиц микропластика необходима для их определения при микроскопии. К ним также может быть прикреплен флюоресцентный маркер, который позволяет им светиться. Почему Вы выбрали именно эту тему исследования? Чем она привлекла? Тема исследования выбрана, поскольку загрязнение микропластиком особенно актуально. Особенно актуально во время пандемии, когда идет активный выброс масок и каких-либо других пластиковых продуктов одноразовых. В данный момент ученые КФУ работают над классификацией наноглин и их воздействием на частицы микропластика. Планируется научиться быстро определять вид обоих веществ в живых организмах. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. Ведущие физики из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института представили стартап QR-компьютинг. Молодая компания обещает за пару лет создать квантовые компьютеры с сотнями и даже тысячами кубитов. Основное отличие квантовых компьютеров от классических – это работа с данными. Квантовый компьютер оперирует не битами, способными принимать значения либо ноль, либо единица, а кубитами, имеющими значения одновременно и ноль, и единица. Теоретически это позволяет обрабатывать все возможные состояния одновременно, достигая существенного превосходства над обычными компьютерами в ряде алгоритмов. Отметим, что группа начинала с создания 256-кубитовой системы под руководством российского и американского профессора Михаила Лукина, который представили в июле этого года. Сам Лукин неоднократно повторял, что квантовый компьютер нельзя считать в полной мере программируемой универсальной вычислительной платформой. Платформа может обеспечить симуляцию физических процессов на квантовом уровне, но в ограниченном спектре приложений. Для обработки информации необходимо управлять состояниями кубитов с помощью внешних полей, что нарушает их изолированность. В этом и состоит основная фундаментальная проблема, которая возникает при разработке квантовых компьютеров. Очень трудно найти или создать такую систему кубитов, которая сочетает в себе вот эти вот противоречивые свойства – длительное хранение информации и хорошую управляемость. Компьютер создадут из сверхохлажденных атомов рубидия, помещенных в дефекты кристаллической решетки. Лазерные импульсы, так называемый оптический пинцет, позволят расставить атомы рубидия в необходимом порядке. Во время вычисления вся система в зависимости от входных условий и последовательности воздействия оптическим пинцетом приходит в конечное состояние, которое можно назвать результатом вычисления. Квантовые компьютеры, или точнее квантовые симуляторы, можно использовать для моделирования квантовых систем. Эта задача является слишком сложной для классических вычислений и чрезвычайно важна для разработки новых материалов, лекарств и так далее. Я думаю, что в ближайшие годы появится целый ряд моделей с числом кубитов больше ста. Ну а дальнейшем темп развития предсказать довольно сложно. Сам проект – важный шаг к крупномасштабным квантовым системам. Поможет многое изменить в области квантовых вычислений. Количество квантовых состояний в таком симуляторе больше, чем количество атомов в Солнечной системе. Елизавета Никитина, Универньюс. На этом все. В студии была Марья Мякубова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова